Церковь Русская, красуйся и векуй! Всех вас, дорогие высокопреосвященные и преосвященные владыки, дорогие отцы, братья и сестры, хотел бы сердечно поздравить с большим праздником в честь явления Казанской иконы Божией Матери. Царица Небесная, Дева Мария, имела особый благодатный дар от Бога. На ней не было греха, она явила собой чистый престол, вместилище божества. И когда по жизни своей ей выпал суровый крест, разделять со своим сыном все тяготы его служения, быть очевидицей страшных мучений и самой смертной, крестной смерти, то тогда весь тот дар, который Бог излил на Пресвятую Деву, соединенный с ее собственными усилиями, терпением, кротостью, любовью, чистотой, привел к тому, что она по кончине своей была восхищена в Божье Царство. И ныне предстоит Богу, молясь о роде человеческом. Мы обращаемся к Царице Небесной как к Матери, как к Матери Церкви, как к Матери всех верующих. Мы приносим к Ней свои молитвы, мы разделяем с Ней свою скорбь и свою радость, подобно тому, как мы разделяем это с самыми близкими людьми, но знаем, что ближе Матери никого нет. Это великое служение материнства по отношению ко всей Церкви, ко всем верующим Божия Матерь осуществляет там, в Божественном и Невечернем Царстве Сына Своего. Но знаком того, что она предстоит пред Богом, знаком того, что она с нами одновременно, являются многие ее иконы, образа, которым мы с любовью и с верой поклоняемся. Из истории христианского искусства известно, что изображение Божией Матери стало одним из первых. Уже древние христиане во времена гонений стали изображать образ Девы Марии. И затем в истории было явлено много великих икон, изображающих Царицу Небесную, которые имели великую благодатную силу и имеют ее до ныне. Такие иконы мы именуем чудотворными иконами. И среди тех, которые особенно прославлены в Руси, мы поклоняемся и Казанской иконе Божией Матери. И верим, что через этот образ по молитвам верующих людей Царица Небесная дарует просимое Бог, отклитакаясь на молитву пречистой и преблагословенной Девы Марии, дарует людям особую благодать. Вы уже слышали из слов, которые были сегодня обращены к вам, о том, как с явлением Казанской иконы каким-то особым образом связаны наиболее важные исторические события в жизни нашего народа, такие, как победа в смутное время над польской оккупацией, как присоединение Сибири в Дальнего Востока к Руси, как победа в Грозном 1812 году, как ранее того бывшая победа под Полтавой. Вот эти удивительные события русской истории связаны с иконой Царицы Небесной. И мы верим, что по молитвам Церкви, по молитвам благочестивых людей Царица Небесная в самые судьбоносные моменты нашей отечественной истории преклоняла милость Сына Своего и Бога нашего к Отечеству. Существует устойчивое убеждение, что и в годы минувшей Великой Отечественной войны град Москва был огражден от нашествия наплеменников по молитвам людей пред ее чудотворным казанским образом, который находится здесь, в Елоховском соборе. Это тот самый образ, который вместе с ополченцами под руководством Минина и Пожарского был принесен в Москву. Пред ним совершалась горячая молитва об освобождении Москвы и всей Руси. И знаем, что молитва та была услышана, как услышана была молитва и тех, кто воевал под Полтавой, кто боролся за освобождение Отечества в грозном восемьсот двенадцатом году, кто молился об избавлении Москвы в суровые годы Великой Отечественной войны. Все то, что происходит с нами, является ничем иным, как присутствием самого Бога в истории, в том числе и в истории нашего Отечества. И сегодня, когда мы все проходим через непростые и даже скорбные времена, как важно, не теряя веры, вновь и вновь обращаться к Царице Небесной, прося ее преклонить милость Сына Своего и Бога Нашего над всей исторической Русью, над Россией, над Церковью Нашей, над Градом Москвой. И верим, что если молитва наша будет искренней и сердечной, если вера наша будет несомненной, то не останется никаких преград к тому, чтобы и на нас Господь излил ту же милость, которую Он изливал нам наших благочестивых предков предказанским образом Его Пречистой Матери, возносивших свои горячие и сердечные молитвы о Отечестве нашем. Пусть покров Пречистой, преблагословенной Царице Небесной пребывает над всеми нами, управляя нашими жизненными путями во славу Божию. Аминь. С праздником всех вас поздравляю. Субтитры создавал DimaTorzok Аминь.